всем привет и добро пожаловать ко мне на канал мой канал посвящен синтезатором электронной музыки если вам такое интересно обязательно подписывайтесь и если вы хотите чтобы мое видео рекомендовал таким же пользователям как вы то обязательно нажимайте лайк и колокольчик это очень важно youtube будет понимать что видео интересное и будет его рекомендовать и тем самым вы поможете моему каналу что же а сегодня у нас на обзоре yamaha sick track такой абсолютно новый девайс выпущенный компании yamaha помните ли вы что-нибудь за последнее время от компании yamaha я нет но вот теперь такой sick track что же мне удалось выведать про это синтезатор я сегодня вам обязательно расскажу потому что я провел с ним неделю и этим поделюсь и начнем с того что вы видите что yamaha ни к чему не подключена и она работает от внутренней батарейки который хватит на несколько часов если вдруг у вас есть собой еще пауэрбанк вы можете от этого usb ее подзарядить и не только подзарядить ну и одновременно работать с ней соответственно хватит еще на более долгий срок здесь есть динамик конечно же динамик тут так себе но хорошо что он есть на самом деле мне кажется очень удобно потому что девайс создан быть портативным и доступным везде в том плане в доступном плане написания музыки каких-то скетчей я думаю что классно что здесь есть динамик здесь также есть микрофон в этой зоне можно записать сюда стерео сэмпл об этом асэмпл чуть попозже пока далеко от юсби не дошли сразу про юсби скажу что сюда можно подключить любую миди клавиатуру которая поддерживает юсби из играть velocity поскольку здесь в клавишах нет velocity то можно играть внешней клавиатурой инструментом и записывать это уже с чувствительностью это конечно очень здорово также с помощью этого юсби можно забрать аудио с этого девайса то есть он поддерживает это вы давайте сразу пройдемся по этой части здесь есть выход для наушников он же является в мастер выходом стереофонический вход для записи сэмплов я уже записал сюда сэмплы до сэмпл был записан с профита он звучит в нем шикарно также как в оригинале стерео сэмплы это круто также в этой зоне есть миди вот такой переходник в комплекте идет миди вход и миди выход все дело в том что все эти дорожки которые здесь есть они могут отдавать секвенции на внешний синтезатор и если вы хотите управлять этим крохотным девайсом что-то еще это возможно также получает миди если вдруг у вас нету юсби миди клавиатуры а как это миди клавиатура ну или что то еще может секвенсор то можно подать через этот переходник который идет в комплекте здесь меняется бпм свинг причем на каждый на каждую дорожку можно делал свинг не только на мастер-треках диджит акте да вот и кнопка project вообще про эти кнопки сразу хочется отдельное внимание этим кнопкам уделить потому что не было еще девайсов но по крайней мере у меня не было девайсов которые были сбоку вот такие вот кнопочки я не знаю удобно это или нет но например я мне показалось неудобно когда мне нужно было замьютить какой-то канал я должен сбоку зажать и нажать потом канал то есть мне нужно две руки для этого использовать в отличие от того как это можно делать например тех же электронах прижимы бьют мод эта штука легкая пластиковая выглядит она ну как бы сделан из обычного код пластика клавиатуры это похоже реально на клавиатуру от компьютера если мы говорили про электроновские синтезаторы что они похожи на клавиатуру компьютерам то вот эта штука еще больше похоже прямо так что имейте это виду возможно стоит этот девайс как-то прижать может быть сверху или не хотят кнопки со всего не знаю короче как-то надо его зафиксировать чтобы работать с этими нажатиями сбоку сверху и снизу за одну неделю очень плохо получилось изучить все эти ход кейсы конечно понадобится больше времени для того чтобы все это запомнить изучить и за потом в темноте или там закрытыми глазами этим пользоваться но я думаю что если вы купите себе этот девайс то конечно же научитесь это делать на левой части находится кнопка play page solo mute delete volume здесь находится сверху находится bar length здесь длина каждого инструмента то есть мы длина шагов октавы можно скейлы режим кей как раз таки для этих синтезаторов и запись сэмплов ваншоты для барабанов их тут всего так 7 штук 2 синтезатора сверху какие-то движки от yamaha и dx движок fm синтез 4 операторные здесь тоже есть и сэмплер для синтезаторов есть арпеджиатор есть режим аккордов режим аккордов кстати можно программировать можно делать так чтобы определенные там аккорд прогрессинг были уже в паттерне мне кажется это здорово сэмплы не имеют ни таймстрейчинга ничего просто можно ими их воспроизводить но зато на этой дорожке получается 7 сэмплов менять эти кнопки никак нельзя то есть сэмплы не могут быть здесь барабаны не могут быть здесь то есть все как запрограммировано изначально так и есть возможно с новыми прошивками это можно будет делать будем ждать здесь всего 8 проектов это очень мало и проекты эти между собой переключаются не переключаются бесшовно получается для лайва не очень здорово если конечно вы не знаете секрет как занять между переключениями треков вашу аудиторию поэтому надо бы конечно сюда внедрить какой-то бесшовное переключение этих паттернов чтобы нужно было играть полноценный лайк потому что этот девайс имеет один из инструментов если со сэмплами считать еще 7 то есть насколько тут получается разнообразие интересное и мне кажется что трек в принципе реально ним написать но здесь очень круто реализованные вот эти вот точечки да это называется в рейшн как бы одного инструмента мы можем сделать один рисунок на кика например вот на первой точке второй рисунок кика пошагово до расставить на 2 на 3 4 5 6 можно 6 вариаций также можно сразу этими всеми вариациями переключать кнопочкой в этой all которая переключает эти паттерны получается каждого паттерна можно сделать 6 вариаций в принципе из этого можно сделать и трек и также эти вариации можно между собой переключать крутя каждый инструмент по отдельности для перформанса это супер все эти кнопки такие роторные да они доступны их можно и нажимать то есть нажимать и крутить ну то есть это как бы такой workflow здесь предусмотрен и так эта зона со степ секвенсором если мы выбираем инструменту здесь проставляем шаги и шаги и там определенного цвета если мы делаем какой-то параметр лог он здесь есть крутим какой-то параметр то он становится другого цвета принципе это все видно единственное что сразу скажу что в параметр локах можно получить какие-то параметры этого сэмпл потому что и сэмпл в данном случае но нельзя сами сэмпл переключать то есть нельзя сделать много сэмплов на одной дорожке это к сожалению такой облом будем ждать новую прошивку постоянно ждем эти прошивки я вот на black box все жду прошивку когда там можно будет записывать лупы без ограничения к сетке то есть ну чтобы длина была и при этом они воркались напишите какую прошивку ждете вы это зона синтезаторная здесь есть кнопка record и соответственно вот эти клавиши мы выбираем синтезатор и можно им играть вот на этих клавишах также можно внешней какой-то клавиатуры играть об этом уже говорил эти два движка похожи fm другой немножко он содержит себе операторы ну а сэмплеры соответственно это сэмплы которые можно тут как в качестве ваншотов воспроизводить в этой части располагается эффекты когда мы выбираем какой-то инструмент нам доступны несколько параметров эти параметры которые подсвечены они вот сейчас назначены на эти ручки например это будет sound pitch ну выбор sound панорамирование volume нажимаем еще разок и тогда он перескакивает вниз сразу доступна атака дикей фильтр резонанс эффекты принципе удобно в момент записи это все можно покрутить она запишется ваш секенсор и так с каждым инструментом выбираем инструмент ты теперь для этого инструмента работают эти параметры здесь есть мастер эффект и эффект сингл когда мастер на весь трек действует когда синглом действует на инструмент который выбран вот эти слайды они служат для перформанса их можем означать изначально они назначены на repeater на high pass но как бы вы можете поменять мастер эффект сингл мастер эффект сингл Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эти параметры возвращаются в исходное положение, когда мы пальцы отнимаем, а этот остается, поэтому с ним поаккуратнее, ну, точнее, чтобы аккуратнее привыкнете. Просто они немного разные. Также в этом девайсе есть Undo и Redo, что, в принципе, очень удобно. У Yamaha SecTrack уже написано приложение, которое позволяет с помощью визуализации определять, где в каком параметре мы находимся. Если вам вдруг недоступны горячие клавиши по какой-то причине, ну, вы их не запомнили или пока не знаете, в приложении можно все выставить. Особенно удобно выставлять там Trick Condition или сделать свинг какого-то определенного шага. Это, конечно, удобно. То есть, получается, ваш телефон превращается в дополнительный дисплей для Yamaha SecTrack. Yamaha SecTrack имеет возможность быть сэмплером. Сэмплы не очень классно правятся, нет варпинга и прочие дела, но ваншоты. Два синтезатора, третий синтезатор FM и ваншоты, ваншот сэмплы, которые можно скачать. У них уже есть там паки определенные. Я думаю, что они будут развиваться и паки будут становиться все обширнее, интереснее. Можно будет скачивать и использовать их в Yamaha SecTrack. Здесь есть панорамирование, здесь есть стерео в сэмплах, здесь есть компрессор, который, кстати, довольно прилично управляется через приложение. Ну и так тоже можно его настраивать. Есть даже там дакер, это, ну, я так понимаю, что это сочин компрессия. Ревербы, дилеи, несколько типов ревербов, дилеев. В принципе, все как в каком-то DAW, ну, понятно, что в ужатом формате. Но, если послушать демки этого девайса, звучат они интересно и комплексно. То есть они, по сути, не имеют какого-то своего характера, что очень хорошо для любого стиля музыки. Всякие штуки, аккорды, арпеджиатор, все это позволит сделать вашу музыку интересной. Жалко, нет тут velocity на клавишах, но это и нормально. На девайсе такого ценового диапазона, я думаю, что это вполне может и не быть. Если подключить внешнюю клавиатуру, то будет. Можно использовать вот какую-нибудь такую маленькую клавиатуру, которая очень здорово подходит под размер. Она ее подпитывает и, мне кажется, это очень удобно. У меня был опыт, когда батарейка стала разряжаться, она потом, видать, в каком-то экономном режиме начала работать и клавиатуру перестала питать. Ну, что, в принципе, очевидно и, скорее всего, логично. Если аккумулятор садится, нужно отрубать какие-то ненужные функции для того, чтобы закончить нужные, какие-то важные процессы. Yamaha SIG Track в приложении имеет визуалайзер. Это такое приложение, которое не совсем уж, конечно, тач-дизайнер, но какими-то готовыми штуковинами можно настроить визуализацию для вашего трека. И можно даже с этим выступать, мне кажется. Сильно в этом не копался, но темплейты базовые посмотрел, как они выглядят. Мне кажется, довольно интересно, лучше, чем ничего. Я думаю, что есть куда расти и, скорее всего, Yamaha будет это развивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Само приложение для Yamaha хорошее. У него есть, наверное, большой потенциал. И, скорее всего, если Yamaha вдруг задумает покорять рынок вот таких новых девайсов, которые содержат в себе и сэмплирование, и синтез, и при этом еще какой-то перформанс-инструмент компактный, с батарейкой, с динамиком, что, в принципе, в эпоху социальных сетей очень важно, и, наверное, даже необходимо, плюс визуалайзер. Если они выплюсят какой-то девайс подороже, например, и будут использовать этот же софт для этого девайса, то, в принципе, даже и конкурентов в этом пока сейчас нет. Единственное, что приходит на ум сейчас OP-Z, по-моему, там какая-то тоже визуализация была. Честно говоря, я не знаю это устройство, поэтому сложно сейчас говорить. Но чуть-чуть напоминает отдаленно по каким-то общим таким впечатлениям OP-Z, наверное. Yamaha SIG Track очень легкий, такой сделан из какого-то обычного дешевого пластика. Но при этом дизайн красивый, поэтому у вас нет ощущения того, что у вас в руках какая-то ерунда. Это прикольный девайс, звук у него хороший. А самое главное, что то, что здесь реализовано в нем, имеет большой потенциал на будущее. Как и в этом девайсе, в случае с какими-то новыми прошивками, так и в подобных девайсах, возможно, от компании Yamaha. Этот девайс на неделю мне одолжил мой друг. Спасибо, Сэм, тебе большое. Но я с удовольствием буду следить за тем, куда движется Yamaha и что в будущем она нам преподнесет, в том числе какие-то прошивки или, возможно, новые устройства, основанные на такой же философии аудиовизуальной и при этом перформативной, что ли. Круто! Самое главное, что звук здесь ничем не ограничен, никакими там не моно и не прочими штуками. Сразу все доступно. Все, что здесь ограничено сейчас, это определенный какой-то workflow, который надо изучать. Мне пока он сильно не дался еще, но я думаю, что это вопрос времени и вопрос желания. Просто мои мысли сейчас находятся немного в другом. Многие, наверное, уже знают, где, поэтому на Boosty я выложил видео. Поэтому как-то так. Ну что же, большое спасибо всем, кто смотрел видео. Нажимайте лайк, поддерживайте канал. До скорой встречи, пока!